Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами проходим полный курс английской грамматики среднего уровня, который вам обязательно нужно пройти, если вы хотите овладеть серьезными знаниями английского языка. Также претендуете на то, чтобы успешно сдать международные сертификаты, например, экзамен IELTS. Или, я не знаю, просто вы хотите сдать хорошо экзамены в институте, в школе. Везде требуется, как правило, уровень английского B1, B2. Именно этому уровню посвящены данные уроки. Как видите, это довольно-таки объемная серия, в которой у нас по плану должно быть 145 уроков, которые связаны логически, цепочкой. Это не просто набор, я не знаю, того, что мне сегодня захотелось поговорить о союзах, а завтра мне захочется поговорить о Future Simple, например. Нет, это полноценный курс с логической цепочкой подачи материала. И сейчас мы с вами проходим тему «Союзы и предлоги в английском языке». Это юнит номер 119 по книге English, Grammar and Use, по которой я веду свои занятия. Книга полностью на английском языке, поэтому очень многим людям, даже тем, кто находится уже на уровне B1, B2, требуется дополнительное объяснение на русском языке. Я считаю, что ничего зазорного в этом нет, потому что мы с вами носители русского языка, у нас с вами, друзья мои, русская прошивка, и многие вещи нам намного проще понимать на родном языке, особенно когда мы говорим о тонкостях, каких-то нюансах в чужом языке. Поэтому, друзья мои, я наставлю на том, чтобы всё-таки теоретическую часть вы изучали на русском языке, а потом смело применяли полученные знания на практике, то есть уже непосредственно в английском, в живом английском языке. Итак, мы говорим о «Союзах и предлогах» именно о словах for, during и while. Думаю, что эти слова для вас не новые, мы уже говорили о них с вами несколько юнитов назад, также говорили о них в грамматике красный Мёрфи, но всё-таки они очень популярны в английском языке, и, я думаю, не лишним будет ещё раз систематизировать всё, что мы о них знаем. Ну что ж, приступаем к работе с этим уроком. Слова for и during помогают нам выразить длительность, как долго что-либо происходит. Например, вот у нас кинотеатр, человек смотрел фильм, и где-то в середине фильма он заснул. Об этом по-английски мы скажем так. I fell asleep during the movie. Я заснул во время фильма. Во время фильма это during the movie. Предлог during нужен нам для того, чтобы сказать, что во время чего-то там мы что-то сделали. Но сперва мы с вами поговорим о предлоге for. Мы знаем, что for плюс период времени помогает нам выразить, как долго мы что-либо делали. То есть, связка for – two hours – два часа, for a week – неделю, for ages – вечность. Эти связки помогают нам ответить на вопрос, как долго мы это делаем. Например, я учу английский уже два часа. Об этом мы скажем так. I have been learning English for two hours. Если вы хотите сказать, что, например, меня не будет в течение недели, скажите об этом так. I'll go away for a week. Если вы встретили давнего друга и говорите, ой, привет, как дела? Мы с тобой не виделись в вечности или сто лет не виделись. We haven't seen each other for ages. Вечность, сто лет. For ages в английском языке. Теперь давайте все-таки посмотрим примеры. Но уже по моим примерам вам должно быть понятно, что данный предлог употребляется совершенно в разных ситуациях и в разных временах. Итак, первый пример. We watched TV for two hours last night. Мы смотрели телевизор в два часа вчера вечером. Здесь мы указываем, как долго мы это делали. For two hours. Очень часто в такой ситуации можно использовать и времена группы continuous. Но можно упростить и сказать we watched TV for two hours last night. В данной ситуации мы говорим о действии, которое произошло в прошлом. Мы указываем действие, которое было завершено. И мы не хотим подчеркивать какую-либо длительность. Мы просто говорим, что я это сделал. И вот сразу указываем, как долго я это делал. То есть дополнительный такой вот штрих. То есть не просто я вчера вечером сидел, смотрел телевизор, а я два часа сидел, смотрел телевизор. Для того, чтобы сказать два часа, в английском языке мы используем не просто слова two hours, а предлог for two hours. И проблема в том, что на русский язык for почти никогда не переводится. For очень часто просто выпадает. Но в английском языке вы должны, конечно, о нём помнить, потому что этот предлог включает в понимании англоговорящего человека цепочку, что в течение этого времени, который идёт после for, я этим занимался. То есть for говорит нам о том, как долго мы что-либо делали. Следующий пример. Джесс уезжает в сентябре на неделю. Или если переводить дословно, Джек уезжает на неделю в сентябре. Вот чтобы сказать, что в течение этой недели человек будет отсутствовать, то есть он будет отсутствовать, его не будет здесь. Если сказать, как долго, то есть неделю или в течение недели, мы также будем использовать предлог for. Джек is going away for a week. Where have you been? I've been waiting for ages. Где тебя носило? Я жду вечность. Или если переводить дословно, где ты был? Where have you been? I've been waiting for ages. Я жду уже вечность. Да, очень долго. Связка for ages дословно не переводится, друзья мои. Как правило, мы её используем в значении вечность, очень долго, 100 лет, 3 часа. То есть всё, что в русском языке, мы используем в переносном значении, для того, чтобы показать, что мы очень долго это делали. И смотрите, очень часто мы используем с предлогом for времена группы perfect continuous. Особенно это касается настоящего. Если вы хотите сказать, что вы уже какое-то время что-либо делаете, не обязательно об этом говорить с помощью простого continuous. Очень часто для этого используем особый вид perfect continuous. Вот как здесь. Я не просто жду сейчас, в данный момент, а я хочу подчеркнуть, как долго я это делаю. В английском языке мы можем это сделать с помощью предлога for плюс указания периода, а глагол при этом мы поставим в форму perfect continuous. Для этого мы наш глагол должны поставить с окончанием in, а перед ним добавить связку have been. I have been waiting for ages. Время present perfect continuous. Мы о нём уже с вами говорили. В одном из, по-моему, в первых 20 юнитах, где-то там, может быть, даже в первой десятке, мы говорили об этом времени. И ещё один пример. Are you going away for the weekend? Ты уезжаешь на выходные? Are you going away? Ты уезжаешь? На какой период? О каком периоде идёт речь? О периоде выходные. For the weekend. В русском языке иногда можем подобрать предлог на в качестве перевода. английского for, но далеко не всегда мы имеем возможность так сделать. И вот в качестве подсказки я вам уже сказала, что очень часто мы используем предлог for с указанием периода, когда говорим о том, как долго я что-то делаю к текущему моменту. То есть время present perfect. Но, как видите, мы можем этот предлог использовать и с будущим временем. Например, Не смотря на то, что здесь используется present continuous, вы уже, конечно же, понимаете, что здесь он используется в значении информации о будущем, о моих планах на будущее. И вы также можете об этом сказать, что вот я планирую что-то там делать в течение какого-то периода с помощью предлога for. Вот этот случай, случай номер один, он, в принципе, также имеет место быть. Мы его с вами разобрали, тут ничего сложного нет. Просто самые популярные случаи для данной связки это всё-таки мы говорим о будущем, что мы в течение какого-то времени что-то будем делать. Или мы говорим о настоящем. Я уже это делаю в течение какого-то периода. Теперь поговорим о предлоге during. Первое, на что вам нужно обратить внимание. Если после for мы всегда указывали период времени, то есть for two hours, for a week, то после during мы будем указывать уже не период, а какое-то существительное. И связка during плюс это поможет нам сказать о том, когда произошло действие. Во время вот этого. Здесь мы уже не говорим о том, как долго оно происходило. Мы даём ответ когда. Например, during the movie. Во время фильма. During our holiday. Во время наших каникул. During the night. В течение ночи. Смотрим на примеры. I fell asleep during the movie. Я заснул во время фильма. Вот он наш пример. То есть, когда я заснул? Во время фильма. Как долго я его смотрел? Неизвестно, потому что предлог during об этом не говорит. Следующий пример. Мы познакомились с очень милыми людьми во время наших каникул, наших выходных, нашего отпуска. Слово holiday очень часто используется также и в значении отпуска. Итак, мы там что-то сделали, мы встретили каких-то людей. Когда мы их встретили? Во время каникул. During our holiday. После during мы говорим, когда это произошло, но выражаем это простым существительным, которое в какой-то степени характеризует время, но не даёт нам ответа, как долго это происходило. The ground is wet. It must have rained during the night. Земля мокрая. Должно быть шёл дождь во время ночи или в течение ночи. It must have rained. Должно быть шёл дождь. Здесь must мы используем в значении должно быть после него. Говорим перфектный инфинитив. Have rained, потому что всё действие имело место в прошлом. Мы делаем предположение насчёт прошлого. И теперь мы говорим, когда это произошло. During the night. Во время ночи. То есть на вопрос, когда предлог during отвечает. На вопрос, как долго предлог for отвечает. During не отвечает. Также, друзья мои, мы можем использовать предлог during, а также предлог in. Тут у нас несколько сразу вариантов для того, чтобы указывать какие-то периоды времени. Опять же, это можно условно связать с указателями периода, time words, то есть слова, которые подразумевают период времени и отвечают на вопрос когда. Например, мы можем сказать In the morning. Утром. Или during the morning. В течение утра. In the afternoon. Днём. Или during the afternoon. В течение дневного времени. In the summer. Или in summer. Можно без предлога говорить. Летом. During the summer. В течение лета. Во время лета. То есть слова morning, afternoon, summer. Они связаны со временем. И с ними у нас здесь двойная трактовка. Всё-таки вариант с in мне кажется более популярным. During менее популярный вариант, но вы тоже можете его использовать. It must have rained in the night. Должно быть, был дождь ночью. Можно сказать It must have rained during the night. Должно быть, шёл дождь ночью. In the night и during the night это одинаковый вариант. И слово the night это всё-таки период, друзья мои. I'll phone you sometime during the afternoon. Я тебе позвоню в какое-то время в течение дня. Можно то же самое сказать I'll phone you sometime in the afternoon. Я тебе позвоню днём. Мне кажется, что опять же вариант с in более лаконичный. During всё-таки имеет вот этот контекст. В течение. В русском языке иногда вы сами понимаете, что обоснованно сказать именно вот так. Например, я в течение дня учился, да? И можно сказать я учился днём. Но разница всё-таки небольшая, но есть. Вот так же и здесь. I was studying during the afternoon или I was studying in the afternoon. Небольшая разница всё-таки имеется. Мы не можем использовать during для того, чтобы говорить, как долго это происходит. Мы об этом, в принципе, уже сказали. Для этого у нас есть слово for. It rained for three days without stopping. Дождь шёл три дня без остановки. То есть, шёл он как долго? For three days. Три дня он шёл. В течение трёх дней. То есть, смотрите, на русский язык вроде как мы тоже можем перевести for, как в течение. Но смысл-то, друзья мои, идёт совсем другой. И поэтому мы должны чётко себе отдавать отчёт при использовании данных предлогов, какой смысл я хочу передать. Если вы хотите передать смысл как долго я это делаю, то это только предлог for. Если вы хотите передать смысл во время чего-то там, то это предлог during либо, как видите, предлог in. Здесь их очень часто можно поменять. И вот, чтобы вопросов уже, скажем так, между during и for не осталось, давайте сравним их на последнем примере. Первое предложение и связка during the movie отвечает на вопрос когда это произошло, но не как долго. During the movie во время фильма. Кстати, здесь предлог in мы не можем употребить. Нельзя сказать in the movie, потому что значение будет в кинотеатре. Слово movie это не time word, это не слово указывающее на время, но если бы здесь было там in the morning, например, то можно бы было поставить in, а не during. Теперь во втором примере I was asleep for half an hour. Связка for half an hour отвечает на вопрос как долго я это делал, а не когда. То есть, по предложению I was asleep for half an hour мы не знаем когда я спал, но мы знаем как долго я это делал. В этом ключевая разница между данными двумя предлогами. Мне кажется, это не так-то и сложно понять. Теперь давайте сравним предлог during и предлог while. Значит, смотрите, означают они одно и то же, но используются они по разным грамматическим правилам. During это все-таки предлог, и после него, как мы уже с вами хорошо знаем, должно идти существительное и все. То есть, during плюс существительное. Классическая система использования предлогов. В то время как while хоть и означает то же самое. когда, в какое время, но while является союзным словом, поэтому оно стоит перед предложением. После while вы должны указать подлежащее и сказуемое. Смотрим на примеры. I fell asleep during the movie. During the movie во время фильма. During предлог плюс существительное. The movie. Теперь мы расширим эту связку и скажем I fell asleep while I was watching TV. Я заснул пока смотрел телевизор или в то время как смотрел телевизор или во время просмотра телевизора. Смотрите, после while мы указываем предложение I was watching. I это подлежащее, was watching это сказуемое глагол. I was watching TV это предаточное предложение, которое начинается со слова while. Поэтому while это союз, это не предлог, друзья мои. Следующий блок примеров We met a lot of interesting people during our holiday. Мы встретили много интересных людей во время нашего отдыха. Во время отдыха during our holiday. During это предлог, после него мы указываем существительное our holiday. Следующий пример We met a lot of interesting people while we were on holiday. Мы встретили много интересных людей пока мы были на каникулах или в то время как мы были на каникулах. While и все что идет после него также отвечает на вопрос когда это произошло. Точно так же как during но после while мы снова видим целое предложение we we were we это подлежащее were сказуемое там где есть подлежащее сказуемое то в английском языке мы говорим о предложении while we were on holiday это предаточное предложение самостоятельно оно не употребляется оно лишь нужно для того чтобы пояснить главное предложение we met a lot of interesting people здесь же в первом примере we met a lot of interesting people during our holiday все это одно единственное предложение никаких придаточных добавлений здесь у нас нет и последняя группа примеров Robert suddenly began to fell ill during the exam Robert неожиданно почувствовал себя плохо во время экзамена здесь снова у нас одно предложение и связка during the exam дает нам ответ на вопрос когда Robert почувствовал себя плохо during the exam во время экзамена но мы можем расширить эту связку можно сказать Robert suddenly began to feel ill while he was doing the exam после while мы видим предложение he was doing he подлежащее was doing сказуемое while he was doing the exam это предаточное предложение но оно так же как и during the exam отвечает на вопрос когда это произошло давайте посмотрим еще несколько примеров со словом while это достаточно распространенная союзное слово и так как оно начинает предаточное предложение мы с вами прекрасно знаем что предаточное предложение в английском языке не обязательно стоит после главного оно может стоять и первым в этом случае в конце предаточного предложения перед главным будет стоять запятая давайте смотреть примеры мы увидели Claire когда ждали автобус когда мы это сделали когда мы ожидали автобуса смотрите после мы снова видим предложение и уже по предыдущим примерам которые мы разобрали на предыдущем слайде мы с вами заметили что очень часто обозначает вполне точный период времени поэтому после while зачастую вы можете употреблять и past continuous то есть использование past continuous будет после while обосновано далеко не всегда вы будете так делать но очень часто можно можно действительно так будет сделать пока тебя не было тебе звонили по телефону был для тебя телефонный звонок если переводить дословно вот вам пример того что предаточное предложение стоит перед главным while you were out пока тебя не было запятая после этого идет главное предложение there was a phone call for you для тебя был телефонный звонок while you were out отвечает на вопрос когда когда была вот эта ситуация когда ты получил телефонный звонок когда тебя не было while you were out Alex read a book while I watched TV Alex читал книгу пока я смотрел телевизор вот даже все это нарисовано здесь мы просто пересказываем события прошлого просто мы хотим сказать что два события произошли одновременно мы можем об этом сказать с помощью предлога while и собственно говоря для этого он и нужен он он как бы логически объединяет несколько действий и говорит что одно произошло во время другого но если мы хотим выделить что одно было более длинным одно более коротким то для одного из этих действий которое более длинное мы можем использовать форму pass continuous как это было в первом примере we saw Claire while we were waiting for the bus мы увидели Claire пока ждали автобуса то есть естественно мы ждали автобуса долго может мы его вообще два часа ждали а Claire мы увидели бац и увидели ой вон она идет да прошла себе она по улице все мы больше ее не видели вот чтобы выделить что два действия произошли одновременно одно было длинное одно было мимолетным коротким для этого мы будем использовать разную временную форму здесь же в этом примере ну понятное дело мы говорим что вот вчера там да вечером например что у нас произошло Алекс читал книгу Alex read a book я смотрел телевизор в то же время while I watched TV то есть два действия можно бы было их указать и через past continuous это кстати даже не запрещается но очень часто носители языка они упрощают немножечко времена и если можно сказать чуть проще они этой возможности воспользуются друзья вот как например в третьем примере также друзья если вы будете говорить с помощью союза while о делах которые вам предстоят в будущем то здесь мы вспоминаем с вами опять же об условных предложениях и мы не используем после while слово will мы используем обычный present значение будущего точно так же как мы с вами делали в условных предложениях первого типа которых мы с вами очень много вспоминали на протяжении предыдущих уроков я собираюсь ехать сингапур на следующей неделе я надеюсь увидеть некоторых моих друзей пока я буду там я надеюсь увидеть друзей когда какое время когда я буду там на русский язык явно переводим в будущем но по правилам английского языка думаем о будущем используем настоящее так же и после предлога while while I'm there не надо говорить while I will be there у меня даже язык не поворачивается так сказать не говорите так скажите с помощью настоящего while I'm there what are you going to do while you're waiting что ты будешь делать пока ты будешь ждать what are you going to do что ты будешь делать в какое время когда while you are waiting пока ты будешь ждать while и видим здесь are а не will потому что по правилам английского языка для условных предложений первого типа в юнити 25 мы подробно об этом говорили мы не используем будущее самые популярные варианты конечно это if и then но помимо них мы с вами уже разобрали огромную кучу дополнительных союзных слов после которых мы не используем будущее используем настоящее значение будущего друзья мои я предлагаю вам прямо сейчас перейти к закреплению материала вы можете сделать задание которое вам предлагает грамматика синий мерфи там хорошие хорошо подобранные задания но также помимо этого вы можете пройти задание на моем сайте oktest.ru которое я сделала специально для вас друзья мои в помощь тем кому мало упражнений по мерфи кто хочет больше особенностью этого сайта является то что задание я подбираю специально под каждый юнит то есть в юните 119 да 119 мы прошли сейчас в юните 119 вы найдете задание именно по этому юниту вы не найдете других заданий поэтому вы не будете сбиваться вы найдете ровно то что вы искали повторяйте теорию и переходите к выполнению заданий как видите здесь есть три задания есть над чем подумать что приятно вы сразу сможете увидеть свои результаты нажав на кнопку submit и вы сможете проверить себя если вы сомневаетесь ну вот задание нужно вставить подходящий предлог как раз проверите хорошо ли вы поняли разницу между for и during напоминаю что если вы пройдете весь тест полностью вот здесь в самом низу друзья мои вы увидите салюты мне кажется это красиво когда ты что-то делаешь и в честь этого запускают салюты правда ну что ж будем с вами заканчивать данный урок если материал был вам полезен если вы нашли для себя какие-то новые интересные фишки по использованию данных союзов предлогов обязательно сообщите мне об этом напишите комментарии также друзья мои я надеюсь что вы обязательно нажмете кнопочку мне нравится сделайте репост или расскажите своим знакомым о моих уроках я уверена что многим они помогут изучить английский язык занятие для вас провела Елена Викторовна ведущая канала OK English и до скорой встречи с вами в новых уроках желаю вам успехов в изучении английского языка и хорошего настроения goodbye goodbye